Доброе утро, уважаемые руководители, всех наших православных коллег поздравляю с праздником Крещения Господня, что Всевышний нам во всем помогал, защищал, хоронил и все помолимся за это. Вся прошедшая неделя, да и не только, наверное, весь январь сначала у нас идет под флагом борьбы со снегом. Опять за последние несколько дней у нас выпала полумесячная норма осадков, в республике вводился план «Буран» и, безусловно, добавилась работа городским службам. Игорь Владимирович, как справились наши дорожники, предприятия благоустройства, пожалуйста. Прошедшая неделя характеризовалась резкими колебаниями температуры и переходящими осадками. По данным Гидромедцентра республики Татарстан, с начала января выпало 45 мм осадков, в том числе за прошедшую неделю половина месячной нормы, как вы заметили, Судович. 45 мм – это 140% от месячной нормы. Работы по содержанию дорог проводились в усиленном режиме. Среднесуточный выход техники составил 750 единиц. С начала сезона вывезено 335 тысяч тонн снега, в том числе за прошедшую неделю почти одна треть от этого – 93 тысячи тонн. Несмотря на активное выполнение работ, все же имелись замечания, связанные с уборкой и содержанием тротуаров, особенно в местах стока воды по водосточным трубам, дорог, поселках и внутриквартальных проездов. Это обусловлено резкими перепадами температур и несвоевременным выполнением технологических операций. В связи с этим дорожными предприятиями проводится усиленная работа по ликвидации гололедицей на тротуарах, которую необходимо завершить в ближайшее время, так как в предстоящей неделе ожидается морозный. Все необходимые ресурсы для этого имеются. Действительно, у дорожников очень напряженный весь январь. Прошедшая неделя особенно, наверное, но очень важно, что были готовы к этому, работали в штатном режиме. И, что даже важно, без введения плана «Буран» были ликвидированы все последствия, никаких дорожных коллапсов не было допущено. Хотя, как Вы отметили, Игорь Владимирович, нарекания на тротуары были, и особенно много, наверное, даже очень много нареканий по дворам. И по очистке дворов в поселках вообще к порядку привыкают быстро, и люди требуют такой же чистоты. Хотя, у нас есть нормативный срок, три дня после снегопада должно быть убрано. Искандер Анварович, как во дворах работали? Непростые погодные условия, чередующие снегопады и оттепель с дождем, привели к образованию снежных заносов и наледей во дворах и придомовых территориях. На прошедшей неделе проводились усиленные работы по очистке дворов. Управляющими организациями помимо своей техники была использована дополнительно привлеченная уборочная техника. Однако, несмотря на проводимые работы, в нормативный срок все дворы привести в нормативное состояние пока не удалось. По состоянию на конец прошедшей недели управляющими организациями было приведено в нормативное состояние 2500 из обслуживаемых 3800 дворов. Остальные дворы должны быть приведены в порядок не позднее середины этой недели. Недовольство качеством уборки придомовых территорий нашло отражение в количестве жалоподжителей. На ресурс «Открытый Казань» за прошедшую неделю по данному вопросу поступило 936 обращений от граждан. Для сравнения, за весь декабрь 2014 года поступило меньше 740 жалоб на уборку дворов. Меньше всего жалоб у С-Раитова и Кировского районов в числе отстающих пока Приволжские и Советские районы. Аналогичный результат показал и объезд дворов, которые проводит комитет ЖКХ. Прошу глав администрации районов усилить контроль за уборкой дворов. С потеплением наружного воздуха стал актуален вопрос сброса снеговых шапок и сосулек с крыш. За прошедшую неделю было очищено от снега и сосулек более половины скатных кровель в городе. Некоторые проблемные кровли чистились по нескольку раз. На сегодня острота этого вопроса снята. Согласно действующим правилам благоустройства, снег должен быть убран по истечении трех суток после снегопада. В настоящее время эта норма выдерживается не везде. На предстоящей неделе ожидается значительное похолодание. До его наступления необходимо снять колейность во дворах, убрать наносы и осуществить обработку наледи реагентами. Эти вопросы находятся на контроле комитета ЖКХ, управления АТИ, районных администраций. При четком взаимодействии должен быть решен в ближайшее время. Спасибо за внимание. Трудности, которые испытывают подрядные организации, они известны, но они не новые. Мы с главами районов и с управляющей компанией после новогодней праздники еще раз встречались, объезжали. Еще раз, нормативные сроки установлены. Их никто не отменял, за них коммунальные платежи платят население. Управляющие компании выигрывали так называемый конкурс, заявляясь у жителей и говорили, что мы угадаем мелодию именно за эти деньги. Поэтому есть три дня, за эти три дня должно быть убрано. Привлекают технику по аутсорсингу, сами в лизинг берут, какие-то другие формы работы. Но снег должен быть убран. Мы об этом договорились с главами районов еще раз на прошедшей неделе. Точки на две расставили. Ответственность управляющих компаний и их обслуживающих организаций. Соответственно, главы районов, которые на передовой формируют политику города в этом направлении, персональная ответственность. Нам рассказывать об этих трудностях не нужно. Или они возглавляют управляющей компанией этот процесс, содержание жилого фонда, или уступают той управляющей компании, которая справится. И мы говорим о 18 крупных управляющих компаниях и видим при равных условиях, или, скажем так, почти равных условиях, потому что жилой фонд не везде одинаковое качество уборки. И то, как этот вопрос решается, он у нас неоднородный. Это говорит о том, что есть управляющая компания, уважаемые главы, которая не дорабатывает. И подход простой. Три дня мы даем, вместе с населением мы даем вам. Через три дня Альфер Сабирыч штрафует нерадивую управляющую компанию, которая плохо справляется. Мы много посещали дворов. Едешь, одна и та же зима, одни и те же машины, одно и то же население. Но я звонил Рустам Гельфанчу, знакомые дома одни и те же. Семь домов, пятиэтажек стоят. Есть среди них и кооперативный, и муниципальный жилой дом в порядке. Дом построенный ЖБИ-3. Сразу видно бестолковый старший по дому ТСЖ. Это в управляющую компанию в нашу не входит. Казалось бы, девятиэтажка, новый жилой дом, и денег там больше. И население, судя по машинам, с большим доходом и достатком. А отъезжаешь от пятиэтажки этой, там снега на 20 сантиметров выше. Поэтому точечно одели валенки и пошли по дворам. В буквальном смысле. Правда, на прошлой неделе погода в валенках не позволяла ходить, но и слава богу. Другого не будет, Искандер Анварович. Да, они, Управление жилищной политики, Марсель Мансорович у нас, вот здесь. Те жилые и нежилые помещения, те освобождаемый служебный жилой фонд, то, что мы говорили, Тимур Ладжи, то, что управляющая компания «Уютный дом» ставит вопросы, общежития, те помещения, которые в течение трех лет комитет по имуществу не может реализовать, на первых цокольных этажах. Мы отдадим под решение общежитии, там, маневренного жилого фонда для них. Первое мы договорились с Денисом Геннадьевичем, это переселение аварийного фонда. Вот вторая задача обеспечения жильем наших дворников. Но, в первую очередь, это должна быть зарплата. Тот денежный поток, который аккумулируется, он вполне... Мы подходили, там, ребята такие, да, есть или те, которые давно работают и уже привыкли, скажем, и к тем трудностям, и к этой работе. Есть молодые ребята, с которыми мы тоже разговаривали, из ближайших наших соседних сельских районов. Для них 20 тысяч рублей – это вполне та заработная плата с тем объемом, который... Да, это не один дом, это не одна ставка, но, тем не менее, трудно, но справляемся. Поэтому я намеренно останавливаюсь на этом вопросе. Если тротуары, сходы в метро и так далее, Игорь Владимирович, это за нашими предприятиями, по дорогам вопросов нет, даже внутриквартальным. Но тротуары и дворы, еще раз, выполняйте поставленную задачу. Альфер Самбедович, пожалуйста, мы давали поручение провести контроль за дворовыми территориями. Доложите, как поработал АТИ в период снегопадов и ваши планы. В период обильных снегопадов контроль в первую очередь был направлен на нарушение, создающие угрозы жизни и здоровья граждан. За прошедшую неделю сотрудниками АТИ обследованы более 750 объектов. На предмет соответствия правилам благоустройства города Казани в части зимнего содержания. В 15 случаях зафиксирована несвоевременная очистка территорий и крови от снега и наледи. Все эти случаи оформлены в виде протоколов в административных правонарушениях. Еще в отношении 62 субъектов возбуждено административное дело производства. Будет окончено составлением протоколов в административном правонарушении. Основными правонарушителями за данный период явились УК Комсервис, УК ЖК Приворского района, УК ООО ЖУ-51, ООО РСК Уютный Сосгород, ООО ЖУ Телевышка, Уют-Сервис, УК Солнечный, ООО ЖК Гранит, ООО ЖК Спектр, ТСЖ ЭКР-2, ЖК Рандем, ТСЖ Лукина-18, ООО ТК Эдельвейс, ООО Акбарс Регион, ЗАОО Тандер, ООО Просто Молоко и так далее. Перечислять можно бесконечно. Огромный перечень по правонарушителям в части зимнего содержания. Также за данный зимний период выявлено 13 мест несконсционированного складирования снега. По двум эпизодам составлены административные материалы, переданы в административную комиссию для рассмотрения и привлечения к ответственности. Хорошо, что штрафуете. Плохо, что эти управляющие компании на штрафы деньги расходуют. Лучше было бы, если бы они на зарплату дворников, на другие текущие вопросы. И что это значит, как всегда, за ООО Тандер? Это что за известные такие или неизвестные? За ООО «Магазин и Магнит» как по летнему содержанию, так и по зимнему ежедневно в зоне критики. Иван Владимирович, Вы с руководством встречались, что позиция такая? В таком или срочном режиме в прошлом году проходили все, с каждым отдельным магазином встречались. Но ссылается на то, что офис в федеральном центре где-то находится, согласование, дополнительный бюджет и так далее, на это ссылается. Полный игнор был в прошлом году, хотя приходят и с согласованиями, и с вывесками, и так далее, и так далее. Мы все свои обязательства выполняем, а здесь полный игнор или срочный. Ну давайте на руководитель лично звонил Галицкий, когда были у него проблемы, он доступный человек. И так мы не должны, сложа руки, просто... Телефонные звонки — это одно, на местном уровне второе, надо добиться. Это нет примеров, чтобы вопросы были, которым мы не находили понимания. Ну, наверное, у них там сегмент такой, как они называют, народный. Но раз народ ходит туда, это же не значит, что по колено в грязи, в гололед, там, с сосульками и так далее. Пусть за своей территорией ухаживают. И это закон. Я уже не говорю про прокуратуру или УВД. Это просто есть правила благоустройства. Еще раз, Альфер Сайбедович, давайте... У всех собственников здания должно быть понимание, что пятиметровая зона — это их зона ответственности. Наводите порядок его величеством штрафом. Сколько раз вы имеете право тот же тандыр наказывать в течение месяца по благоустройству? По выявлению правонарушений в этом слое, в части зимнего содержания правонарушений не являются длящимися. То бишь, мы имеем право ежедневно привлекать к ответственности. Ну и привлекайте. Привлекайте. Штрафы соответствующие есть. Спасибо парламенту нашей республики, они пошли на встречу. А что, им легче штрафы платить, чем территорию содержать? Какой штраф у вас максимальный на один магазин? В отношении юридического лица по первой части статьи 3.6 до 500 тысяч рублей. Максимальная штрафная санкция по первой части. При повторности до миллиона. В отношении юридического лица. Иван Владимирович, я вам поручаю вместе с Альфер Сайбедовичем встретиться с руководством. Надо из Москвы их пригласить, но это не дело на самом деле. Потому что, когда идешь, двор чистый, территория чистая. Как доходят до магнита, так у них там грязи по колено. Это не украшает город. Находите общий язык и наводите порядок. По плану борьбы со снегом, безусловно, добралась работа городской. И по очистке дворов, в поселках, с управляющей компанией. После новогоднего конкурс заявляет, что сами в лизинг берут. Какие-то другие конкурсы. В лизинг берут.